Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга открытым оком, 10 том. Тема «Семья». Вопрос 2356. Понимающие силу монашества всегда говорили о преимуществах своей жизни. А у вас никто из общины, ясно, в монастырь не уйдет. «Как ваши прихожане пытаются обосновать свое решение жениться?» Ответ Игнатия Лапкина. «Недавно у нас в Потеряевке была свадьба. Я всегда говорю о преимуществах несемейных, об удобстве служить Господу, о необремененности их семейными скорбями. Но один так настойчиво подбирается к семейному горшку, что я попросил его на бумаге написать все плюсы и минусы, какие он видит в семейной жизни. И вот что мне этот «горбун» в кавычках выдал. Плюсы. Первое. Духовное общение не от случая к случаю, а постоянное. Второе. Поддержка как в духовном, так и в физическом плане. То есть, что ты можешь себе позволить один, то в присутствии другого уже не расслабишься. Галатам 6.1. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Третье. «Жизнь только для себя теряет всякий смысл». Первое. Коринфянам. Десятая глава. Двадцать четвертый стих. «Никто не ищи своего, но каждой пользы другого». Четвертое. «Женщина создает в доме уют. Ни у кого из одиноких мужчин этого нет и быть не может». Пятое. «Полноценное питание». Шестое. «Вдвоем противостать искушением, то есть бесам, легче, чем одному. Я не собирался жить один и не скрывал этого. С самого первого дня, как уверовал, просил Господа дать мне жену. И вот я думаю, что просьба моя услышана. Сомнений у меня никаких нет». Иаков. Первая глава. Шестой стих. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». «Но и радужных картин семейной жизни я перед собой не строю и прекрасно понимаю, на что иду. Но одиночество мне не по силам. Отец мой был судим и рассказывал мне, как его держали в одиночке. Я сначала не мог понять, что же здесь плохого, когда в тебе никто не лезет, не мешает. Но теперь понял и никому не желал бы этого. Говорить, что жить одному легче, может только тот, кто не жил один. Минусы. Опять же, это моя точка зрения. Каждый судит по себе. Минусы. В семье, где на первом месте будет Слово Божие, не может быть минусов. Измены, лжи, непослушания, самовольства, обид, гнева, злости. Все это исключается с женою верующей». Притчи. 12 глава, 4 стих. «Добродетельная жена — венец для мужа своего, а позорная, как гниль в костях его». Иеремия 31, 22. «Жена спасет мужа». Притчи. 31, с 10 по 12 стихи. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов?» Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Эти места писания благородные, сам написал еще до свадьбы. Стихотворение. «Люблю я с детства экономно жить, По-малому закупленное тратить, Запас не тянет, пусть себе лежит, На черный день копирка и тетради. Пришел компьютер, Плюнул на заначку, От пишущей машинки отвернулся. Да думал ли я поступить иначе, Такой прибор окажется на пульсе. Старинный арифмометр в пыли, Бумага тонкая, Ненужная пылица, С дискетой, С компакт-диском мы ушли. К друзьям отверженным Не подхожу и близко. Музейный хлам, Грош за него не дам, Но памятью я с ними не разлучен. С любовью внукам прячу в чемодан, Пусть ценят труд, Потеть он их научит. Вначале пишущей машинки так был рад, Затем газетным листиком Об истинном крещении. И вдруг с открытым оком Вышли на парад, И от врагов остались только щепки. Квартиры не имел, В чужом углу сидел, Не смел и голоса подать, Как квартирант. Сверчок по бедности Легко все прятал в щель, Но вылез в интернет Для разных стран. А все компьютер, Дорогая утварь, Полумистическая тварь, Всех разогнавший, На нем экономист я, Экстра супер, По всем позициям, Программам и каналам. В одном не экономлю по старинке, Молюсь в тиши, Не торопясь, На память, Духовное высиживаю По одной икринке, Все, что по Библии, То в никуда не канет. По крупным буковкам Из Библии сроднились, В ней старые листы Листают пальцы. Компьютеру, Зависшему, Такая честь не снилась. Он сник, Мигнул, Перед молитвой Сдался. 27 июля 2004 года Игла Игнатий Лапкин Богу нашему слава Во веки веков. Аминь. То есть это Оживление Этих вопросов. Продолжение следует... ...